Вирусная атака Пикачу Игра Pokemon Go использует технологии дополненной реальности и дорисовывает монстров на месте городских пейзажей. В то время как игрок передвигается в реальном мире, его аватар путешествует по карте благодаря использованию GPS. Возле здания телерадиокомпании Могилев на наших глазах студенты Андрей и Павелс поймали двух покемонов. Андрей играет всего день, на его счету уже пять покемонов. Первого Пикачу поймал у себя в комнате, в квартире на восьмом кирпичном. Вот я лежал на кровати и думал, дай-ка я зайду в покемонов. Только захожу и у меня там был покемон зубов. Я ввысь поймал. Парни рассказали, что общаться меньше не стали, а вот количество времени, проведенного на улице, увеличилось в разы. Я вчера, наверное, прошел километров пять всего. Ну, это как-то такой активный образ жизни. Помимо того, что можно было сидеть дома и играть. А так ты ходишь, ищешь. Чтобы найти японского мультяшного персонажа, нужно буквально прошарить территорию. Причем держать смартфон нужно постоянно включенным и регулярно смотреть на экран. Вместе с Андреем и Пашей пытаемся поймать покемонов на улице Габровская и возле парка аттракционов. Тщетно. Водных покемонов в городе не найти, поэтому в поисках Бластойда и Псайдака направились к Святому озеру. Честно говоря, лучше бы удочку брал, хотя бы рыбы наловил. Ни одного покемона водного не нашел. Интересно, в игре оформлен процесс высиживания яиц, из которых появляются покемоны. Кладешь яйцо в специальный инкубатор и будь добр пройти 2, 5 или 10 километров. Чем длиннее дистанция, тем круче покемон, который вылупится. Поэтому все, кто играет в Pokemon Go, много ходят. Такими темпами через год два проблемы ожирения будет забыто. Меня зовут Ирина и вчера я весила 146 килограмм, сегодня я уже вешу 46. А все благодаря Pokemon. Я скачала приложение, походила пару часов и все ушло. В Бобруйске решили последовать за популярным молодежным веянием. На своей странице в Facebook кондитерская фабрика «Красный пищевик» в шутку запустила зефир в форме покебола. Больше всего живности в местах скопления людей. У многоэтажных домов, офисных центров и кафе. Как раз возле такого места в самом центре Могилева мы встретились с программистом Артуром, который играет меньше недели, но уже поймал около 500 зверушек. Играть я начал в пятницу. И вот сразу в пятницу вечером буквально пешком отсюда из центра пошел на восьмой. Прошел 10 километров сразу, выходило несколько яиц, из которых вылупились покемоны. Ну то есть игра мне нравится в том плане, что она действительно заставляет вас двигаться. Я считаю это очень хорошо и полезно. Покемоны появляются возле различных памятных и знаковых мест в городе. Параллельно ты еще учишь историю города, то есть узнаешь, где находятся различные достопримечательности, памятники. Не могли мы не попробовать поймать покемона возле символа города. И, пожалуйста, летающий покемон Пиджиотто наш. Сторонники и противники покемонов разделились на два лагеря. Первые ратуют тому, что покемон учит детей бережному отношению к природе и заботе о животных. И считают, что более безобидное и правильное в педагогическом плане зрелище для детей придумать-то сложно. Вторые видят в ней зомбирование молодежи и бесполезное времяпрепровождение. Да, охотники за покемонами много ходят по городу и много общаются друг с другом. В любом случае стоит признать, что увлечение покемонами – это уже новая субкультура. За короткий срок Покемон Го уже стала самой популярной мобильной игрой в мире. По популярности она уже обходит социальные сети. Ловить покемонов или нет – каждому решать самому. В 2017 году выходит полнометражный фильм «Детектив Пикачу». В общем, вот тебе и покемоны.